Алексей Толстой, Сергей Лукьяненко, Карлос Кастанеда, учебник по химии за 10 класс, Библия, Европейская конвенция по правам человека. Прибавьте к этому вместительный шкаф, огромные потолки, большая жилая квадратура и удобные тайнички в полу. Да-да, именно так выглядит жилая зона ныне расформированной 51-й колонии, не так, как казалось вам. И стать обладателями с десятка подобных апартаментов, с хозпостройками, с цехами и в придачу почти шестью гектарами земли в центре Одессы можно за 223 миллиона гривен. Именно за эту сумму Минюст и Фонд госимущества пытаются найти покупателя на имущественный комплекс бывшей 51-й колонии, расформированной в 2019 году после бунта заключенных. Тихо, жарко, уныло и зелено. Ровно два года назад здесь вооружались палками, трубами, восставали и жгли. Сейчас же все застыло. А вот и знаковая жертва того огня. Ею, как ни странно, стала пожарная машина, а еще админздание, участок усиленного контроля, библиотека. Тогда, в 2019-м, этот ущерб сочли достаточным, чтобы расформировать колонию, но даже в таком законсервированном состоянии тюрьма дорого обходится государству. Мы не имеем финансирования, чтобы восстановить тут перебывание людей, соответственно, до нормальных стандартов. А с одного боку, с другого боку, это вытраты бюджета. На получение этой установки в законсервированном виде, напоминаю, за один год с момента консервации было вытрачено с государственного бюджета близко 18 миллионов гривен. 72 объекта колонии и 52 тысячи квадратных метров, на которых они расположены, оценили в стартовой 223 миллиона 250 тысяч гривен. 70% вырученной суммы на аукционе пойдут в Минюсту для реконструкции старых тюрем. Остальное в госбюджет. В фонде госимущества активно рекламируют объект, называя его инвестиционные преимущества. В складе майна мы также имеем две технические подстанции, внутренние коммуникации. Это объект, подключенный к водопостачению и водоводведению. Для большинства инвесторов это очень полезная информация. Если аукцион не состоится, то цена колонии может снизиться вдвое. В Минюсті говорят, что такое понижение – обычная практика для оживления торгов. Чем меньше стартовая цена, тем выше цена продажа. В любом случае мы будем зацикавлены в том, чтобы отримать на больше денег. И, наверное, было бы правильно стартовать с низкой базы. К слову, 223 миллиона гривен – это фактическая цена недвижимости, объясняет министр. С молотка уйдет именно она, а после покупатель оформит землю на себя по факту приобретения помещений. Что же до них, то нашему неэкспертному взору предстали еще целые одно- и двухэтажные строения из рукушняка и кирпича. Первое, что очень заметно – срезанные провода, трубы и радиаторы. В жилых зонах кое-где сохранилась мебель, аквариумы, книги. В медпункте висят халаты, таблица для проверки зрения, разбросаны медикаменты. Кстати, там же мы нашли стоматологическое кресло в очень хорошем состоянии. Весьма удивили просторные помещения жилых зон. Нередко увидишь металлопластиковые окна – скромные, но уютные ремонты. В то же время оставшийся персонал уточняет, что здесь хоть и содержалось 440 так называемых первоходов, но все они сидели за тяжкие преступления, и колония относилась к уровню средней строгости режима. В Минюсте говорят, что следующим на продаже может оказаться СИЗО по соседству. Но лотом он станет, когда появится новое здание взамен. И вот тут у юстиции серьезные проблемы. Новый слідчий изолятор побудовать – это, естественно, больше, чем 1 млрд грн. Для сравнения, в государственном бюджете на капитальные выдатки понятенциарной системы у этого года было около 11 млн грн. Накопить на млрд, просто чтобы переселить въязнь из одной установки в другую, нереально. Власне, и поэтому мова идет про будивство нового слідчого изолятора за межами міста. И на кошти, которые система сама себе заработает. Сейчас по всей стране на торги выставлено сразу 4 подобных объекта. Аукцион по каждому из них начнется в ближайшие дни. Ни в Минюсте, ни в фонде госимущества не против, если покупателем одесской колонии станет крупный застройщик. Чиновники лишь надеются, что городская власть согласует тот проект высоток, который не перегрузит дороги и прочие коммуникации этого района. Впрочем, как это будет выглядеть на финише, легко предскажет каждый одессит. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».